Надкласс шестиногие Сравнительно-морфологические и эмбриологические данные косвенно доказывают происхождение надкласса шестиногих от общих с многоножкими предков, первичных многоногих трахейных. Палеонтологические материалы свидетельствуют о древности шестиногих. Известны находки ископаемых колембол из силура, первичных бескрылых насекомых манура из тивона, а в карбоне процветали уже крупные крылатые насекомые из инфракласса палеоптера. Современная система шестиногих отражает этапность эволюционного процесса. Основные этапы эволюции шестиногих представляются следующим образом. От предковой группы многоногих первичных трахейных обособились первые шестиногие с рандиментарными конечностями. Эволюция шестиногих развивалась в двух направлениях. К скрыто-челесным со скрытым ротовым аппаратом в связи со специализацией к микрофагии. И к многоядным формам открыто-челесным. Вашему вниманию представлена схема филогенетических отношений основных таксонов подтипа трахейны. По мнению Меркурия Сергеевича Гелярова, в 1949 году, развитие открыто-челесных насекомых сопровождалось переходом от скрытого образа жизни в почве к обитанию на поверхности почвы и растениях. Появление крыльев у насекомых было существенным ароморфозом в их эволюции и связано с лазающим образом жизни и необходимостью парить при падении с древовидных споровых. Существует гравитационная гипотеза происхождения крылатости у насекомых, которую поддерживают многие палеоэнтомологи, в том числе Александр Георгиевич Пономаренко, Александр Павлович Просницын. В связи с лазающим образом жизни у насекомых ноги становились более длинными, а грудной отдел более мощным. При этом центр тяжести перемещался вперед в грудной отдел. Для уравновешивания тела удлинялась брюшка. Это приводило к изменению общего габитуса насекомых. Насекомые заселили не только поверхность суши, эпибиус, но и толщу почвы, геобиус, растительный покров, фитобиус, воздушную среду, аэробиус и частично стали вторичноводными, гидробиус. Некоторые насекомые являются эктопаразитами и крайне редко эндопаразитами животных. В пределах каждой ярусной группировки насекомых различаются разные жизненные формы с различиями в типе движения, что сказывается особенно существенно на их облике. Бегающие, ползающие, проющие, плавающие, прыгающие. Экологическая радиация насекомых в процессе эволюции проходила в несколько этапов. У древних первично бескрылых хексопода развивались приспособления к жизни в поверхностных слоях почвы, реже на растениях или на поверхности воды. С появлением крылатости у насекомых началось активное освоение среды обитания на растениях с активными воздушными миграциями. Освоение толщи почвы насекомыми проходило на более позднем этапе эволюции с нарастанием ксерофитности условий на земле в кайнезое. Вашему вниманию представлено внешнее строение шестиногих на примере самца-таракана. А также внутреннее строение шестиногих на примере самца-таракана. Ранее шестиногих относили к одному классу насекомых – инсекта. Но затем выяснилось, что эта группа неоднородна по уровню организации. В 1956 году на Международном энтомологическом конгрессе было принято решение о разделении насекомых на два подкласса, а затем и на два класса – скрыточелесные насекомые и открыточелесные насекомые.